Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. И я представляю вашему вниманию видеообзор по техническому анализу основных валютных пар. В данный обзор входят валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 15 января 2020 года, среда, рабочая неделя в самом разгаре. Пусть она будет прибыльной для всех нас, а мы начинаем. Итак, валютная пара евро-доллар на вчерашней торговой сессии торговалась преимущественно в рамках диапазона. Пара сначала встретила сопротивление на уровне 1.1144, откуда снизилась до уровня 1.1111, где встретила уже поддержку покупателей и в настоящий момент цена снова направляется к сопротивлению на 1.1144. Это пока позволяет оставить в силе базовый прогноз на рост в расчете на то, что выход из диапазона состоится вверх и цена находится выше разворотной точки на 1.1096. Для окончательного подтверждения прогноза необходимо, чтобы цена преодолела уровень 1.1144, который не смогла пройти с первого раза. Также не исключен повторный тест уровня поддержки на 1.1111, в случае отбоя от которого цена, вероятно, начнет расти до ближайшего уровня сопротивления на 1.1175, с вероятностью продолжения роста до отметки 1.1200. Поехали дальше. Неопределенная ситуация наблюдается в паре с британским фунтом, который вчера опустился до отметки 1.2955, однако встретил поддержку со стороны покупателей и начал расти, оказавшись выше уровня 1.2994, который теперь, вероятно, выступает поддержкой для цены. Это может изменить приоритетный прогноз на восходящие при условии закрепления цены выше этого уровня. Не исключен повторный тест поддержки на 1.2994, и в случае отбоя от нее пара направится к ближайшим важным уровням сопротивления на 1.319, и возможным продолжением роста до 1.31700. Далее японская иена, которая вчера почти всю сессию консолидировалась в узком диапазоне с небольшим нисходящим уклоном. Вероятно, после быстрого роста пара решила взять паузу в динамике, и, возможно, низкая волатильность еще продолжится некоторое время. Приоритетное направление вверх пока остается в силе, и после небольшого коррекционного снижения цена может продолжить свой рост. Основной уровень поддержки при снижении находится в районе 1.0960, тесты отбоя от которого направят цену к ближайшим уровням сопротивления на 1.1035, с возможным прохождением до уровня 1.1066. Ну и вот пока нацию особых видимых изменений нет, приоритетное снижение пока остается в силе. Пара сейчас находится в фазе консолидации. Цена вчера сходила к сопротивлению на 1.3075, оттолкнувшись от которого снизилась к поддержке на 1.3053, после чего вернулась к верхней границе диапазона. На текущий момент выход из этого диапазона все же ожидается вниз, пока пара находится ниже уровня 1.3075, и важной разворотной точкой на 1.3114. Закрепление под уровнем 1.3053 станет подтверждением приоритета на снижение, где целевыми уровнями выступают отметки 1.3021, с возможным прохождением вплоть до предыдущего локального минимума на 1.2961. Ну и наконец нет особых изменений и по австралийцу, который вчера вошел в фазу консолидации. При этом достаточно четко обозначается поддержка на 0.6893, который атакуют продавцы, но пока что не могут преодолеть. Это пока позволяет сохранить в силе базовый прогноз на рост, пока цена находится выше уровня 0.6893, или во всяком случае пока она не закрепится под этим уровнем. Далее находится разворотный уровень на 0.6855, который окончательно отменяет данный прогноз. Тем не менее, пока цена находится выше этого разворотного уровня, прогноз на рост все еще остается в силе. В случае теста и отбоя от этих уровней, цена вероятно направится к ближайшим уровням сопротивления на 0.6961, и далее до 0.6982. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании TICMIL. С вами был Арман Бесимбаев. Всем удачи и профитных сделок. Пока.